Вот варю спагетти, сейчас буду готовить наполнение спагетти из грибов и спаржи. Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Сегодня ее день рождения. Она прожила 89 с половиной лет, мечтала всегда пережить 90, но я считаю, что это тоже прекрасный результат, правда, Анюта? Да. И мы надеемся прожить столько же или больше даже. У нас вообще долгожительность у меня. Да, так что прекрасный, я считаю, юбилей, 100 лет. В общем, вот 10 лет назад ее не стало. И это был наш оплот, наш надежный тыл. И без мамы, конечно, все-все по-другому стало. Вот, и мы сегодня весь день, у нас были одни планы. Я уже стою просто у окна, потому что сегодня очень пасмурно. И все закрыто. Да, у нас закрыты все окна, собака забудилась. Мы в нее уже одели кофточку. Где она там? Вот она. Она и в кофточке, и в одеяльце. Кошка тоже вся нахохлившаяся. И мы сегодня собирались вообще-то заниматься украшением дома. Сначала мы собирались в магазин ехать. Да, но это вчера было. Мы собирались украшением дома заниматься. А потом, в конечном итоге. Ну вот точно, самое отвлекающееся животное – это кошка и женщина. Нет, ну у нас на самом деле эти три вещи были запланированы просто на разные дни. Да. И сегодня весь день мы занимаемся планировкой мебели. Выискиваем все. Вот Аня выискивает. Я что-то, когда ходила в Икею, подготовила свои какие-то наброски, предложения. Аня сейчас сидит, выискивает. В общем, мы для всех комнат ищем мебель и натыкаемся на то, что что-то не входит, что-то нам не нравится, что-то по цене не подходит. Так что, можешь показать, что-то там. Ну вот я смотрю всяко-разно. Но на самом деле мы для трех комнат все уже определились, по крайней мере, с мебелью. Докор мы еще даже не выбирали. Ну, различные такие вещи. Конечно же, мы все берем белое, ну ищем белое. Но вот сейчас я пытаюсь найти хоть что-то, что-то по всяким я непонятным вас местам вожу. Я хоть что-то пытаюсь посмотреть, увидеть для ванной. Потому что у нас там внизу место есть неоприходованное. И хотелось бы хоть как-то его организовать, но ничего не проходит по высоте. Даже вот такая лавка, она не проходит по высоте, потому что там смеситель. Правильно он смеситель называется? В общем, нижняя часть, там труба, где проходит, слив точно, там получается 47 сантиметров. А здесь вот даже вот сама эта лавка, она по высоте 50. В общем, я уже, не знаю, самое большое время тратится вот на эти все изыскания всяких. По размерам, по цвету, по всему. Время так быстро летит. Мы даже поели в 12. Сейчас 6 часов вечера. И мы просто не заметили, куда эти 6 часов делись. Против все время чем-то занимались? Да. Все время то мерили, то что-то смотрели, то что-то выбирали, то опять что-то. А потом еще куча звонков было. И плюс я еще с компани... Ну, выбираю. Я думала, что я выбрала компанию по оформлению машины. Но что-то мне там не понравилось. И я сейчас смотрела другие компании, созванивалась. В общем, куда делось время? Непонятно абсолютно. Мы обе дико проголодались уже 6 с лишним часов почти. Собака сегодня еще даже не ела. Собака не ела, ей холодно. Ей холодно. И, наверное, не очень хорошо, потому что, когда похолодание... А, мама мне сказала, знаете что? Сейчас в Москве и вот здесь за окном. Одинаковая погода. Это бывает, на самом деле, редко. Бывают вот такие промежуточные моменты. Весной, по-моему, в апреле. И вот, видимо, сейчас тоже меняется здесь погода. А в Москве потепление. И вот одинаковая погода. Даже в Москве теплее, потому что здесь 15-16, в Москве 17 градусов. Фух. Но в Москве топят сейчас. А мы еще отопление не включали. О, смотрите, какая красотень. Очень голодные люди. Хотят съесть всю эту рыбу. Это вот морской окунь. И паста с грибами. Спаржей и томатами с чесноком. Да. И спагетти это. Приятного аппетита. Приятного аппетита. И снова здравствуйте. Всем привет. Добро пожаловать в вечер в лога на пару. Да. Что? Все. Все. Мы с вами, кстати, увидимся завтра. У нас такой, ну, продуктивный день. Потому что, я говорю, мы спланировали даже больше, чем, на самом деле, я вам сказала. Комнат. Ну, это было... Я всегда... Почему-то у меня мозги перестают работать. Что такое комната? Ну, мы же рассказывали про Икею. А. Уже не помнят. В смысле, спланировали расстановку? Расстановку. Что конкретно брать? Все это, да, нашли. Так приятно. Да. Я обожаю это. Мало, да. Но я не знаю, я когда брожу и не могу что-то найти, что-то там не сходится, у меня шарики за руль. У нас с ванной, с ваннами большая проблема. Мы хотим одно, но то, что мы хотим, не помещается. Да, я сказала уже. Да? Да. Все успевает, все успевает. Так что, немножко отдохнем от этого процесса. Сегодня мы, ну, после того, как я вам сказала, мы еще там повыбирали кое-что. Отдохнем от этого процесса и, может быть, со свежей головой еще какие-то идеи придут в голову. Действительно. Говорю, в магазины надо ехать. Живем смотреть. Посмотреть, какие идеи есть в магазине. На живца. Так что, скоро в Икею поедем. Будем из Икеи что-то вещать. И не только в Икею. Да, и мне, Дашулька мне сказала, что в Москве уже в Икее все в Новом Годе. Так что, посмотрим, что здесь будет. Да, я в Инстаграм видела как раз адвент календарь икейский, вот про который написали, что в прошлом году покупали. А в этом году, я не знаю, мы в прошлом году нас в Москве не видели, да? Мне кажется, что не было. Мы же перед Новым Годом все равно ездили. Да, мы не видели. Ну и будем надеяться, что здесь есть. Я просто прочитала, там не только шоколадки, но и карты икеевские, и какие-то штучки-дрючки. В общем, интересно очень. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.